Президент Эммануэль Макрон после очередных беспорядков в Париже обратился с речью к нации. В стране уже четыре недели проходят масштабные акции движения жёлтых жилетов. Сначала люди выступали против повышения цен на топливо. Потом их протесты переросли в недовольство социальной и экономической обстановкой в стране. Демонстранты потребовали отставки Макрона. «Сначала это было недовольство повышением налога на нефть. Тогда премьер-министр отменил это повышение, запланированное на начало следующего года. Но гнев касался более глубоких проблем. Думаю, он во многом справедлив». Макрон пообещал с января повысить минимальную заработную плату на 100 евро. При этом работодатели не понесут дополнительных затрат. Будут послабления и для пенсионеров. «Для тех, кто получает менее 2000 евро в месяц, мы отменим с 2019 года повышение отчислений на социальное страхование, введённое в этом году. Эта нагрузка оказалась слишком большой и несправедливой». Также со следующего года налогом не будут облагаться доходы со сверхурочной работы и премиальной за год. При этом Макрон не намерен возвращать налог на роскошь, который отменил ранее. Между тем, не все сторонники движения «жёлтых жилетов» готовы прекратить протесты. В Гайоне протестующие почти четыре недели блокируют движение на автодороге и собираются продолжать. «Я бы сказал, что всё это не очень понятно. И думаю, что 100 евро – это мало, потому что после отчисления останется около 80 евро». «Боюсь некоторых протестующих удовлетворить эта кроха. Но я уже завтра буду снова стоять на кольцевой развязке в Гайоне». Протесты «жёлтых жилетов» во Франции начались 17 ноября. Самые масштабные акции проходят по выходным. В последние две субботы агрессивно настроенные протестующие в Париже устраивали погромы и вступали в стычки с полицией. По словам власти, эти беспорядки нанесли большой ущерб экономике страны.